К ярким праздникам стало новоселье в Центре развития детей и подростков в Чите. По площади Волшебников, по улице Радости и по бульвару Почемучек вместе с юными горожанами прошлись и наши корреспонденты. Почему здесь так красиво всё вокруг? И куда ни посмотри, справа друг и слева друг. Для Гриши Маденова день открытия города детства наполнился чудесами. Первое чудо – игровая комната, где всё напоминает сказку. Осталось только вообразить себя героем. Неожиданно пятилетний Гриша решил стать злым волшебником. Да, я хочу здесь почти всё испортить колдовством. Понравился? Ну и я сделаю пакость. В этом доме можно прятаться. В двое целое утра можно прятаться. От кого? Я знаю игру с опасностями. Там какие-то опасности будут делать. А один человек опасности делает, а другой в домик прячется. В основе создания центра «Город детства» заложена идея адаптации в коллективе детей, не посещающих детские сады. Родители могут на несколько часов в день доверить своё чадо опытным педагогам. Под их присмотром дошколята через игру сделают первые шаги в окружающий мир. Идея была подхвачена городским депутатом Дмитрием Степановым и при поддержке представителей читинского бизнеса воплощена в жизнь. Не зря, наверное, название было у нас выбрано такое, что именно город детства. Почему город? Потому что в городе есть много дорог. У нас много направлений, по которым можно развиваться ребёнком. Здесь, если вы посмотрели, уже есть и место для дизайн-студии, и есть место для танцевальной студии. И психологи здесь будут заниматься, и дефектолог здесь будет заниматься с детьми. Есть игровая комната, то есть спектр очень-очень велик. Город детства готов принять не только дошколят, но и подростков. Олег Чурсин, победитель конкурса уличного танца, ещё до открытия центра вполне освоил новый танцпол. Его выступление на новоселье и приглашение всем заняться танцевальными импровизациями. В городе детства для каждого найдётся дело по душе. Елена Камогорцева, Олег Сукач, Вести Чита.